Смешных гоблинских переводов Расшифровку хобота Ссылку на нее я тоже оставлю под роликом Там же в описании Вы сможете найти ссылку на другие мои каналы Времена нынче непредсказуемые Поэтому нам важно не терять связи Встретимся, друзья мои Обязательно встретимся Так, вроде бы все важное сказал А теперь Ну царь, вздрогнули Вдрогнули Говорит Москва В столице 15 часов Петропавловские на Камчатке Прозвучали знакомые мне еще с советского детства Позывные Радиомаяк Обычно после них давались сигналы точного времени И начиналась передача Утренней гимнастики Позывных нетрудно узнать Мелодию песни Подмосковные вечера Впервые они прозвучали на маяке в 1964 году И звучат до сих пор Из-за чего даже попали в Книгу рекордов Гиннеса Как самые долго звучащие Позывные Если б знали вы Как мне дороги Подмосковные вечера Мама, не ругай меня, я пьяный Я сегодня пил и буду пить Потому что завтра утром ранним Дорогая Ухожу я в армию служить Бульба догоняет отряд гномов Под песенку Мама, не ругай меня, я пьяный В исполнении Виктора Петлюры Песня, судя по всему, не имеет конкретного автора И представляет собой солдатский фольклор Позднесоветской эпохи Таких песен про службу в армии Проводы, гембелей Народ насочинял предостаточно Например, Егор Летов В рамках своего проекта «Коммунизм» Даже записал целый сборник армейского песенного фольклора Под названием «Солдатский сон» За весной пролетела весна Годы службы моей пролетели Возвращаюсь с вокзала домой В сапогах из солдатской шамели Все в порядке А я уж думал, это у нас указ об отмене перехода на летнее время Речь идет об инициативе Дмитрия Анатольевича Медведева В 2009 году в бытность президентом Он предложил сократить количество часовых поясов в России И рассмотреть вопрос о целесообразности перехода на летнее и зимнее время Простой люд воспринял все эти проекты без особого энтузиазма В духе «Вы там в правительстве какой-то херней занимаетесь» Кстати, в смешном переводе хобота Об этом пошутят еще раз Речь идет о сокращении количества часовых зон на территории России И о целесообразности перехода или неперехода на летнее и зимнее время Потеря летнего времени В ночь субботы на воскресенье наша страна перешла на постоянное зимнее Теперь в России 11 часовых поясов Когда в Москве 15.00, на Камчатке полночь Выс, начальник, а нельзя сочинить какой-нибудь указ об отмене дождя? Дождь это слишком мелко Как говорится, не наш формат Мы с коллегой сейчас прорабатываем вопрос об отмене часовых поясов Не-не-не-не, кажется, ты что-то попутал Не на рыжей кобыле, я поеду на желтой калинии Как раз недавно мой товарищ для меня из Хабаровска перегнал Между прочим, спортивный вариант Из европейской части России на Дальний Восток Не по морю и не по железной дороге, а на машине Новая трасса Чита-Хабаровск Событие для России не рядовое, заметил Владимир Путин Посмотреть дорогу премьеру предстояло за рулем вазовской «Лады Калины Спорт» Цвет яркий, даже молодежный, отметил Путин Проехав часть новой трассы в качестве водителя Глава правительства остановился, чтобы заправиться Нужен полный бак Путь все-таки дальний Вообще, вазовская модель, оснащенная еще и российской спутниковой навигацией ГЛОНАСС, премьеру понравилась Одним, одним светлым-светлым днем на ровненькой новенькой трассе поехал правительственный кортеж С желтой-желтой «Ладой Калиной» И вдруг «Лада Калина» остановилась А вместе с ней остановилось и сердце главного конструктора автобаза Выйду ночью в поле с конем Ночкой темной тихо пойдем Мы пойдем с конем По полю вдвоем Мы пойдем с конем По полю вдвоем Ночью в поле звезд благодать В поле никого не видать Только мы с конем По полю идем Только мы с конем По полю идем И пойдем с конем По полю вдвоем Ну здравствуй, Ксюша Нетрудно догадаться, что имя лошади Это отсылка к Сении Собчак Настроение Расп**ец Весеннее Огонек горит в моих очах Подарили мне На день рождения Надувную Ксению Собчак Кем только Ксения Анатольевна не была Дочкой мэра Петербурга Типа светской лицей Касплеевшей Перис Хилтон Ведущей реалити-шоу Дом-2 Мы все первые Журналисткой Лидером либеральной оппозиции И даже кандидатом в президенты России Но на протяжении всей ее карьеры Люди почему-то упорно продолжали сравнивать Ксению с лошадью К чести Собчак Надо сказать, что она сразу поняла Что все пиар, кроме некролога И сама представала на публике В образе то зебры, то лошади Кстати, в четвертой части Хобота А Ксюшу упомянут еще раз Слышь, а вы это А вы Ксюшу мою не видели? Какую Ксюшу? Крашеную? Баба твоя лошадь крашеная Моя Ксюша натуральная Надо все-таки тебе развиваться Ты вот как 10 лет назад у костра, блядь, сидела Вот там вот в Доме-2 Подбрасывая периодически туда картошку, блядь Чтоб потом пожрать Вот и так и там и осталась Сегодня же праздник День кавалериста В этот день гопники надевают галифе с кожаными задницами Бухают и рассказывают, как рубали Колчака под Перекопом Дополнительный комизм заключается в том, что на Перекопе Красная Армия сражалась не с войсками Колчака, а с войсками барона Врангеля Занявшими во время гражданской войны Крымский полуостров Колчак же хоть и объявил себя верховным правителем России Контролировал в основном область Сибири Вы хотите песен? Их есть у меня Вы просите песен? Их есть у меня! Я не знаю, как там принято у гопников Но их главный пришел на стрелку в трениках С молотком в руке И в очень некрасивых пятнах крови на всей майке Во время битвы гномов с гопниками Мы слышим музыкальную тему Игоря Назарука Написанную в 95-м году для телепередачи Криминальная Россия Материала для такой передачи в лихие 90-е Как их сейчас ласково называют Было с избытком В середине 90-х годов Гангстерские войны и черный передел собственности Бушевали не только в Москве и Петербурге Не только в двух криминальных столицах Убивали и грабили каждый божий день Пытались не отстать от них и другие крупные города России В том числе и столица Урала Екатеринбург Он же Свердловск А еще, кроме этого У нас происходил передел собственности Потому что собственность-то была общенародная А должна быть чья-то личная Поэтому сколько у нас людей перестреляли В ходе бандитских разборок Это никому не интересно Инструментальная композиция Тамая Сухотей Под названием Битва без чести и гуманности Была написана еще в 2000 году Но широкую известность получила Три года спустя Когда попала в саундтрек фильма Убить Билла часть первая Субтитры создавал D.C. Валялись очень некрасиво А все наши Лежали ну просто как герои Вам нечего В жизни Обесценилась жизнь И к чему теперь Истина Если рыдая Так рвется Душа Братва Не стреляйте друг друга Вам нечего В жизни Делить За круглым столом Позабудьте Обиды Ведь всем тяжело Друзей Хоронить Хоронить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мелодия французского композитора Андре Попа Под названием Манчестер и Ливерпуль Не случайно звучит в сцене С проливным дождем Эта музыка еще с советских времен Прочно ассоциируется С прогнозом погоды Ежедневно выходящим После новостной программы Время В прогнозе погоды Манчестер и Ливерпуль Был чистым инструменталом И звучал в исполнении Оркестра Франко Пурселя Но думаю многим известна И одноименная песня Со словами Эдди Марне Которую в 66 году Исполнила Марии Лафаре Манчестер и Ливерпуль По замазкам вроде фраер Но не фраер Это точно Фамилия у него странная А Толя Дубашит Когда был маленьким Очень любил Жрать желуди Теперь вот желудком мается Че непонятно то Ну типа Какой вискос Такой и шит А вот скажите мне А вот Фокс Он в законе вор Или так приблотненный Я что-то не пойму Я сам не понимаю По замазкам вроде бы фраер Ага Прозвище он получил После того Как сломал в бою щит Заменил его дубовой ветвью У Пучкова Торин стал Толиком А Дубашит Дубашитом Что такое по-английски Шит И что такое Вискос Я думаю Вы без меня Знаете Так все Бросаю бухать Прямо с понедельника Боже как давно Это было Сразу подумал я Когда увидел В смешном переводе Вставку с табличкой Химкинский лес Это сейчас Подмосковный лес В Химках Мало кого волнует А в конце нулевых Вокруг него Разгорелись Нешуточные страсти Все началось В 2007 году Когда Министерство Транспорта России Решило провожить Через Химкинский лес Трассу Тут же образовалось Движение В защиту Химкинского леса Во главе С Евгенией Чириковой Экологический протест Как в России вводится Тут же перерос В политический В акциях Стали принимать участие Разносортные либералы И даже музыкальный критик Артемий Троицкий Напару с рок-музыкантом Юрием Шевчуком В ответ Другой рок-музыкант Сергей Шнуров Написал Язвительную песню Химкинский лес Где все это Высмеял Мы никакого Этого рок-концерта Не делаем Все что нам надо Это несколько Микрофонов Чтобы нас слышно было Наш митинг Называется Все мы живем В Химкинском лесу То есть даже те Кто не живут В Химкинском лесу Сами того не подозревают Должны знать Что вы живете В Химкинском лесу По той простой Причине Что все у вас И вокруг вас Может быть Также при въезде В Химкинский лес Мы слышим Заразительные звуки Финской польки Которая в оригинале Называется Полька Елы Как ни странно Евой в песне Зовут не девушку А финского парня Хотя сама Полька появилась Очень давно Мировую популярность Она приобрела В середине нулевых Особенно после того Как в 2006 году В рамках проекта Под названием Холли Долли Был выпущен Анимированный клип С поющей И танцующей Ослицей Что-то не пойму Ко всем белка приходит А ко мне похожий ежик Да и тот Дохлый Надо ли говорить Что белка Белочка Это народные названия Белой горячки Она же алкогольный Делирий Она же Делириум Тременс Белая горячка Это так сказать Вершина Алкогольной карьеры Когда у коша Начинается Озноб Бред И жутковатые Галлюцинации Вы понимаете На почве алкоголизма У него появляются Какие-то навязчивые идеи Какая-то украденная невеста Он рвет все время Кого-то спасать По-моему Мне не рассудка Честно Ясно Делириум Тременс Белая горячка Да белый Горячий Совсем белый Интересно Что в англоязычном мире Место нашей Белочки Занимают Слоны Там где у нас Допиваются Дай чертиков У них начинают Видеть Розовых слонов И нет в этом Ничего Романтичного Добрый мой слоник Ты извини Жизни Бывают Серые дни Скоро Подарит Солнце Развет Выкрасит Кожу Розовый Цвет В момент нападения пауков На хижину мага Звучит титульная композиция Из франшизы Охотники за привидениями Как обычно Я хотел просто Вставить отрывок с кадрами Из официального клипа Но Ютуб заблокировал Его просмотр На территории России Впрочем Думаю Этот фильм И песню Многие И без видео Прекрасно помнят В виде компенсации Расскажу Один интересный факт Про саму песню Написать ее Заказали Рэю Паркеру Младшему Причем Поставили условие В тексте Обязательно должно Присутствовать Словечко Гостбастерс Паркер был таким Условием Сильно озадачен Позже он вспоминал Это сейчас Все кажется Просто Ведь вы уже Слышали песню Ну а тогда Написать песню Со словами Гостбастерс Было довольно Трудно Идею о том Как вставить В текст Неудобное слово Подсказал телевизор Паркер увидел Рекламу Какого-то местного Сервиса И его осенило А почему бы и песню не сделать В виде этакого Рекламного ролика Тогда Гостбастерс Можно просто Выкрикивать Типа Пирожки Горячие пирожки Когда Паркер Предъявил режиссеру Айвану Райтману Результат Тот облегченно вздохнул Ведь перед этим Было забраковано Около 60 Других версий Главной песни Однако Музыкант Так не взлюбил То самое Проклятое слово Что на записи Даже петь его не стал Честь выкрикивать Гостбастерс Он предоставил Своей подруге И друзьям А ну веди На сайте Альянс Вольных Переводчиков Указано Что здесь Звучит Тема Погони Написанная Дмитрием Горбузом Для украинского Сериала Сваты Лично я Сериал не смотрел А за короткое время Отыскать Именно эту тему Не смог То что в сети Лежит под названием Погоня из сватов Звучит иначе Да и композитор Указан другой Хотя по стилю И похоже Все пацаны Штык в землю Я себе уже Всю задницу Оттоптал Может костерок разожжем по методу Григория Соколова Поставим нодью Запечем картошечки Все дела Григорий Соколов Это блогер Который стал популярен Благодаря роликам С советами по выживанию В дикой природе Например Как открыть банку без ножа Или разжечь огонь С помощью ложки Здравствуйте С вами снова Соколов Григорий Сейчас я вам покажу Как развести огонь Обычной туристической группе При помощи простейших вещей Это у нас котелок Ложка И то, что у многих групп содержится всегда при себе Это туалетная бумага О, вот-вот-вот Пошла-пошла-пошла-пошла, родимая Че, начальник? На него же без слез не взглянешь Он же даже не въезжает Что пацаны над ним прикалываются Только честными глазками хлопает И розовые щечки надувает От осознания собственной важности Одно слово Лунтик Ну, ты полегче там Он же мой сменщик У нас с ним это Как его, блин? Слово забыл Любовь, что ли? Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет Напомню, что именем милого и наивного инопланетяшки Из российского мультика Злые языки когда-то прозвали необыкого А Дмитрия Медведева Сменщика Путина на посту президента России Как я уже упоминал в предыдущем ролике Многие тогда регулярно потешались над его прожектами Вроде сокращения часовых поясов Или переименований милиции в полицию Кроме того Медведев считался большим либералом Часть оппозиции возлагала на него большие надежды Была, конечно, в августе 2008 года Краткая война с Грузией Но ее не особо старались вспоминать Однако Дмитрий Анатольевич Путина не кинул Президент и второй раз избираться не стал А в 2022 году неожиданно вообще превратился в настоящего всадника апокалипсиса Начал публиковать откровенно угрожающие твиты в адрес врагов России Медведева в свое время очень подвело его душевное качество Он добрый Он реально очень добрый Не похоже в последнее время Он себе это позволяет по той причине, что я вот не договорил Его очень сильно обидели Очень сильно обидели, потому что он сделал очень многим хорошо А потом из него сделали дурака Субтитры создавал DimaTorzok Если подошел сходу в пятак А если че не так, давай два красных свистка и один зеленый Звучит старая армейская шутка, которую Гоблин уже использовал в смешном переводе «Властелина колец» Борис Николаевич, три зеленых свистка Итак, дорогие телезрители, мы начинаем наше кулинарное швов Сегодня мы научим вас, как правильно приготовить фуагру из кошки Фу-фу-фу, готовить фуагру из кошки Ценекомельфо Тогда, коллеги, давайте уже придерживаться традиционных канонов Беседа троллей у костра представляет собой пародию на кулинарные телешоу Музыка, из какого конкретно телешоу там звучит, я так и не установил Комизм ситуации придает и то, что тролли общаются между собой в нарочито интеллигентной манере В то время как в оригинале Толкина их речь чрезвычайно примитивна и груба Кто-то из критиков даже шутил, что тролли разговаривают так, как разговаривают низшие свои населения В представлении оксфордского профессора, который этого населения толком-то и не знал Сейчас будет больно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ура! Ура. Ростелые перья на землю. В этой сцене мы слышим знаменитый траурный марш Фредерика Шопена Наверное, самую популярную мелодию, которую можно услышать на похоронах По крайней мере, у нас точно Красная площадь заполнена народом В четком строю войска московского гарнизона Представьтесь, пожалуйста Я Бульба Сумкин из деревни Ширева Я Хобот, Хома Раббит, потомок людей и кроликов Это что еще за извращенцы? И снова нам придется вернуться к гоблинскому переводу «Властелина колец» В одном из разборов я уже рассказывал, что Пучков сначала никак не обыграл название хобитанской деревушки Шир Хотя шутка вроде бы напрашивалась В книжном издании смешного перевода «Властелина колец» он как будто опомнился и переименовал Шир в наркоманское Ширева Ну а потом это название прозвучало и в Хоботе То же касается и родства хоббитов с кроликами О котором я тоже рассказывал в разборе двух сорванных башен Поэтому для тех, кто не смотрел, просто этот отрывок повторю Что касается хоббитов и кроликов Многие читатели «Властелина колец» поначалу посчитали, что слово «хоббит» это микс латинского слова «хому» – человек И английского слова «рэббит» – кролик Хотя сам Толкин всегда отрицал подобную этимологию Она имеет свою логику Учитывая, что хоббиты очень маленькие, живут в норах и имеют очень волосатые ступни В этой сцене звучат так называемые президентские фанфары Обычно мы слышим их перед новогодними обращениями президента в России Редактор субтитров А.Семкин Музыка в этой сцене кажется мне знакомой Но чьер по бьери я так и не вспомнил Чья она и откуда? Надеюсь, эрудированные зрители, как обычно, просветят меня в комментариях Откуда у тебя камера? Да пошел тут, понимаешь, в магазин Говорят, дайте мне хорошую мыльницу Они говорят, берите лучше вот это Правильно говорят, мыльница – это несерьезно Да я дома открыл, смотрю и думаю А куда тут мыло-то засовывать? Мне же мыльница нужна, чтобы в баню ходить Блин, ты еще и в бане фоткаешься Разумеется, Пендальф и Толя говорят о разных вещах Толя подразумевает под мыльницами категорию дешевых фотоаппаратов Популярных в 90-е и нулевые годы Как нетрудно догадаться, свое прозвище они получили за внешний вид И впрямо напоминающий обычную мыльницу Я смотрю, кулинарные блогеры не кисло зашибают Нам бы столько А я сколько раз тебе говорил, нечего ловить на дваче Старые пользователи интернета, наверное, еще помнят так называемый двач Систему форумов или, как говорят, имиджбордов Крайне популярную в России нулевых годов На дваче принципиально были лишь анонимные пользователи Поэтому здесь царила полная свобода и безнаказанность В результате имиджборд стал богатым источником срачей, шокирующих картинок, нетолерантных шуток и популярных мемов В 2009 году оригинальный двач был закрыт А один из его основателей организовал не менее известный ресурс Лурка Морье Ты не смотри, что прибор неказистый Зато в него скайп встроен Будешь звонить бесплатно? Ты чехольчик открой, посмотри Очередная шутка, по которой видно, что перевод хобота создавался уже давненько Это в году 2012-2014 скайп был чуть ли не самым популярным мессенджером Позволяющим совершать бесплатные аудио и видеозвонки Именно стандартный звук звонка мы слышим, когда бульба достает меч из ножен Однако за последние годы в скайп сильно потеснили другие мессенджеры Сначала ватсап и вайбер, а потом и телеграм Тормози! Тормози, залетные! И уносят меня, и уносят меня Зверящую снежную даю Три белых коня, эх, три белых коня Декабрь и льва, и ты в России И уносят меня, и уносят меня Какие люди и без охраны Здорово, дед Мазай Здоров, коль не шутишь Ох, ретуй те, граждане хорошие Хемкинский лес в опасности Сам-то как? Видал, какой у меня болит? Целый год мастерил, уже думал, где движок взять А по весне пришлось мне зайцев спасать Вот они с тех пор и отрабатывают Мне очень хотелось выяснить Истоки ироничной фразы Какие люди и без охраны Но толком я так ничего и не выяснил Кроме того, что на экране Эта фраза, судя по всему, впервые Прозвучала в фильме Москва слезам не верит О, какие люди и без охраны Остальное все достаточно просто И общеизвестно Дед Мазай – это персонаж Из стихотворения Николая Некрасова Который спасал зайцев во время половодья Тут я подъехал Лопочет ушами Сами не с места Я взял одного Впрочем, скомандовал Прыгайте сами Прыгнули зайцы мои Ничего Рятуйте – это по-украински спасите Про Химкинский лес я уже рассказывал А болидам называют гоночные автомобили Мол, несутся они так же быстро Как и небесные метеоры Которые, собственно, и называли словом «болид» Мы не мыши, мы не птахи Мы ночные ахистахи Мы летаем, кружимся Нагоняем ужасы Ужасы Трусом мы дрожать заставим Смелый глянет, мы растаем Смелым мы пугаемся В страхе разлетаемся И снова меня терзают смутные сомнения На уже упомянутом сайте Альянс Вольных Переводчиков Указано, что в этой сцене звучит тема «Подготовка к свадьбе» Из комедии Ленида Гайдая не может быть Однако, сколь я не пытался отыскать подобную музыку в фильме Так ее и не нашел Белая горячка Это тебе не мельдоний Наверное, многим еще памятен скандал Разразившийся в 2016 году вокруг препарата мельдония После того, как Всемирное антидопинговое агентство УАДА Внесло мельдоний в список допингов Под удар попало множество спортсменов Прежде всего российских, которые до этого регулярно мельдоний употребляли Так, к соревнованиям не были допущены Теннисистка Мария Шарапова Шорт-трекер Семен Елистратов Конькобежец Павел Кулижников Волейболист Александр Маркин Биатлонист Эдуард Латыпов Гимнаст Николай Куксенков Керлингист Александр Крушельницкий Скелетонист Павел Куликов Последний даже заявил, что ВАДА Запретила этот препарат Только из-за его популярности у спортсменов Из стран СНГ В общем-то, учитывая нескончаемый прессинг Российских спортсменов Поверить в это не трудно Готов! Как говорится, Газпром мечты сбываются Какие мечты? Мечты сбываются Газпром Наверное, я должен сказать, что словом «дерби» называют главный приз, вручаемый на конных скаковых испытаниях Мне уже казалось, что я завершил разбор Хобота Когда неожиданно вспомнилось, что еще дал публикации первых четырех частей смешного перевода Выходил еще один коротенький отрывок Под названием «Бета-версия» Это была перезвученная сцена, где Гоу и Бульба играют в загадки Так что разберем ее И когда мне уже показалось, что я завязал, они снова меня туда затащили Давай свою загадку Бетховен проснулся, хлебнул Чайковского, закусил Штраусом и стало ему погонение и пучине Он побежал к Мусоргскому и сделал бах Вопрос, чем Бетховен подтирал Шопена? Хотя Гоу и говорит, что это детский анекдот Я такого анекдота до Хобота не слышал Нетрудно догадаться, что в своем вопросе Бульба зашифровал имена знаменитых композиторов Единственное исключение – композитор Кашка Про которого не знаю не только я, но и по-моему интернет Сама же загадка Бульбы обставлена как телешоу «Кто хочет стать миллионером?» С той же музыкой и с тем же выбором вариантов ответа Первый вопрос – 500 рублей Как заканчивается присказка «Мы сами» А – с волосами Б – с усами С – с часами Д – с долгами Так, что такое без окон, без дворей Полна жопа Огутцов Чувствуй, минуточку Вау, взял минуту на размышления Будет все слово называть Это… Это с ножницей из анекдота про Аждевского А эта загадка Гоова обставлена как другое телешоу «Поле чудес» Где можно постепенно отгадывать буквы в слове Но можно и назвать слово целиком Вот теперь у вас сто очков на барабане Буква? Буква? О! Нет, буквы у вас здесь нет Что касается самой загадки То она действительно берет истоки В старом пошлом анекдоте про поручика Ржевского Собирается поручик Ржевский на бал И просит Денщика рассказать ему парочку загадок Чтобы развлечь общество Хорошо, говорит Денщик Без окон, без дверей Полна горница людей Жопа какая-то, говорит поручик После долгого размышления Да нет же, это огурец Ну тогда еще вам загадка Два конца, два кольца А посередине гвоздик Опять жопа какая-то с досадой восклицает поручик Да нет же, это ножницы Приходит поручик на бал И лучи в момент говорит Отгадайте, господа, загадку Без окон, без дверей Полна жопа огурцов В зале немая сцена Молодые девушки упали в обморок Дамы замахали веерами И только старая графиня сказала Ну это фигня какая-то Поручик Ржевский радостно Вот я говорю фигня А он мне ножницы, ножницы Я тут самый умный стали москалик Воу-воу-воу-воу, полегче Что ты скачешь, здесь тебе не Майдан Кстати, отгадай загадку Кто к шведомому придет и порядок наведет Бандера Бандера придет Ну здесь мы слышим стандартный набор словечек Из лексикона украинских националистов Многие выражения получили широкую известность После так называемого Евромайдана 2014 года Тут тебе и презрительное прозвище русских Москаль И нынешний герой Украины Степан Бандера О том, какие деяния совершил этот герой Можно почитать даже в англоязычной Википедии О том, какой порядок привыкли наводить бандеровцы Вы можете судить хотя бы по Волынской резне 1943 года Также Бульба упоминает еще одну майданную кричалку Кто не скачет, то ему скаль Иронично, что националисты подрезали эту кричалку У своих заклятых вороги Коммунистов Судя по всему, первыми ее придумали кубинские революционеры Вот, например, отрывок из статьи в газете «Комсомольская правда» 1990 года Кстати, когда кубинцы говорят «враги» Нужно знать, что речь идет о Соединенных Штатах Слова «враги» и «янки» для них синонимы Зачастую на митингах Все стоящие на трибуне начинают подпрыгивать А кто-нибудь кричит в микрофон Кто не прыгает, тот янки И прыгают все из старым лад Похожую кричалку можно услышать и на записи концерта Чилийской группы «Соль Ильювия» Концерт проходил в 1990 году После того, как бывший диктатор Чили Генерал Пиночет покинул пост президента На видео с песней «Адиот, генераль» «Прощавай, генерал» Можно видеть, как вокалист заводит публику словами «Кто не прыгает, тот пиночет» «Адиот, карнавал» «Адиот, карнавал» «Адиот, карнавал» А здесь мы слышим мелодию, которая у нас прочно ассоциируется с еще одной телевикториной «Что, где, когда». Начиная с 6 декабря 1983 года, под эту музыку игрокам стали выносить загадочный черный ящик и предлагать угадать, что там находится. Господин Дельнятин, вы хотели бы быть бессмертным? Не знаю. Подумайте над этим. А пока черный ящик. На самом деле, эта мелодия, точнее песня под глубокомысленным названием «Ра-та-та», была придумана еще в 67 году немцами Крисом Ювенсом и Христианом Хайбургом. А позже группа Rotation записала и англоязычную версию. Правда, что касается «Что, где, когда», то там «Ра-та-та» звучит в исполнении оркестра Джеймса Ласта. Идея вызвать у зрителей смешного перевода ассоциации с черным ящиком вполне логично. Ведь Бульба вот-вот должен попросить голова угадать, что находится у него в кармане. К сожалению, на этом последний отрывок смешного перевода заканчивается. А значит, заканчивается и наш разбор. Если Дмитрий Юрьевич вдруг решит обнародовать продолжение Хобота, то я, может быть, к этому переводу вернусь. Кстати, помнится, полгода назад меня просили разобрать еще один смешной перевод «Божьей искры» под названием «Звездные войны. Буря в стакане». К сожалению, я не поклонник франшизы Джорджа Укаса и плохо помню оригинальный фильм. Смотрел я его очень давно и с тех пор ни разу не пересматривал. Однако, если зрители будут настаивать, я попробую разобрать и его. Желающие простимулировать процесс могут помочь каналу посильными донатами. Все реквизиты в описании к ролику. В данный момент даже самая скромная помощь не будет лишней. А пока разрешите откланяться. С вами был Сергей Курей и надеюсь, что буду еще. Субтитры создавал DimaTorzok